Строительство социально значимых объектов, развитие культуры и спорта, поддержка военнослужащих. Эти и многие другие темы затронула депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина. В своем отчете о проделанной работе перед жителями Химок в стенах НПО «Энергомаш». На мероприятии присутствовали члены и сторонники партии «Единая Россия», депутаты, представители администрации города, трудовых коллективов и организаций. Каждый месяц, каждый год мы сдаем отчет о нашей деятельности, количество встреч, мероприятий, количество законодательных инициатив. Особое внимание в своем выступлении Ирина Роднина уделила сфере образования и здравоохранения. Например, в части дошкольного образования в Химках в 2022 году открылись шесть полисадиков на 360 мест. Основная масса вопросов ко мне и обращений была именно по устройству детей в детский сад. Московская область, и это началась большая федеральная программа, Московская область самая первая решила этот вопрос. В одних Химках только вот десять школ было введено за последних несколько лет. Задача какая, которая поставлена была перед нами президентом, чтобы у нас все школы работали только в одну смену. Если вы слышите, что кто-то когда-то говорит, что сокращаются средства на образование, это абсолютно неправильно. С каждым годом у нас на образование выделяется все больше и больше средств. В части здравоохранения в Химках открыли два отделения реабилитации, всходные для взрослых и детей. Открылся координационный центр палиативной помощи. Капитально отремонтировали 14 поликлиник. 92 врача в Химках приобрели жилье по программе социальная ипотека. Еще почти 700 медработников воспользовались компенсацией аренды жилья. Кроме этого, как координатор партийного проекта «Детский спорт» Ирина Роднина рассказала о строительстве спортивных сооружений, программе по созданию открытых спортивных площадок, в том числе на базе школьных стадионов. Все наши работники знают Ирина Константиновна как депутата городского округа Химки. Многие наши работники живут в Химках и, конечно же, замечают результаты работы, видят благоустройство. И все это отражается в жизни наших работников. В 2023 году депутаты продолжают выполнять наказы избирателей, а также работу по реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, образования и спорта. Субтитры создавал DimaTorzok